Девушки отдыхают Реальные рубли выбирают горожане, чтобы оплатить поездку в общественном транспорте Трамваем пользуюсь, троллейбусом, автобусом, поэтому я ощутила на себе, что не приходится там с мелочью как-то мучиться В жюри будут исключительно женщины, кто претендует на громкое звание мистер Барнаула Творческий номер у тебя совсем плохо, уже до конкурса чуть-чуть осталось, чуть тянешь Это сократ Это информационный канал Город в студии Татьяна Голубева Здравствуйте Незначительное снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом, отмечают специалисты в краевой столице Но пока об отмене карантина они не думают Эпидпорог в Барнауле по-прежнему превышен более чем на 40% За прошлую неделю в Барнауле диагноз ОРВИ врачи поставили более 11 тысячам горожан Заболело на 200 человек меньше, чем неделю назад Но пока отменять ограничительные мероприятия специалисты регионального управления Роспотребнадзора не спешат В краевой столице по-прежнему массово болеют дети и люди старше 60 лет В том числе гриппом Только за последние 7 дней в крае было выявлено 10 случаев гонконгского гриппа и 2 так называемого свиного Опасный вирус был обнаружен и у жителей Барнаула Среднего возраста пока вирус гриппа не высевается То есть или это дети, или это пожилые люди Как и говорили, в принципе, что подвержены больше поражению гриппом дети и пенсионеры Карантин, введенный в Барнауле 17 января, скорее всего, продлится до конца следующей недели Между тем специалисты не исключают, что будет и вторая волна подъема заболеваемости Сегодня по всей стране сдают единый государственный экзамен Не остался в стороне ЛТС Кикрей Правда, за парты сели не школьники, а взрослые люди, давно получившие аттестат Такую акцию придумало Министерство образования, чтобы родители примерили на себя роль выпускника Прошли всю процедуру ЕГЭ и после сознанием дела смогли поддержать и настроить своих детей на ответственный тест Кто сдавал и каковы результаты, расскажет Галина Юмашева Все всерьез, уже перед входом в экзаменационный кабинет Участники должны были оставить личные вещи и войти внутрь только с паспортом и ручкой Председателю комитета по образованию Барнаула не удалось пронести даже чехол от очков За парты сели 11 человек, чиновники, известные люди региона, общественные деятели и даже министр образования и науки Алтайского края Который накануне сумел выделить время на подготовку Вчера в интернете я смотрел А что смотрели? Какие правила повторяли? Правила? Нет, я правила не повторял, я просто прошел вот эти тесты пару раз, которые там есть А там результат сразу сообщают, да? Сообщают И какой был уже? Не скажу Перед началом экзамена, как после отметили участники эксперимента, очень длинный и утомительный инструктаж Что можно и чего нельзя Самое главное, никаких сотовых телефонов или шпаргалок В прошлом году в Алтайском крае 12 выпускников нарушили это правило и остались без аттестатов Нередко на нарушение правил детей толкают родители У нас же когда даже несколько судов по этому поводу было Когда одна из девочек просто бросилась на мать, потому что она ей сказала пронести телефон Телефон зазвонил в аудитории, ребенка естественно удалили без права пересдачи в текущем году Она не получила аттестата и так далее Конечно, сегодня родители школьников, политики и журналисты сдавали экзамен по русскому языку по сокращенному варианту В заданиях было всего 14 вопросов и небольшое сочинение И отводилось на все 40 минут Все участники сегодняшнего эксперимента, если можно так назвать, справились с поставленной задачей Двоек нет Более того, 5 человек из 11 написали на максимальные практически баллы Точные баллы участникам экзамена обещали назвать только лично Возможно, чтобы широкая общественность не узнала Если вдруг представитель власти или известный человек плохо владеет русским языком Те же, кто получил высокий балл, смогут похвастаться им перед своими детьми Галина Юмашева, Павел Лауронин, информационный канал Город 13,5 миллионов поездок было оплачено виртуальными рублями за два месяца действия в городе электронных проездных билетов Чаще всего их используют в трамваях и троллейбусах Кто и почему по-прежнему платит наличными и какой тариф сейчас самый популярный узнавал Алексей Янкин Очереди за электронными проездными, неразбериха с местами продаж и сбои в работе валидаторов Первый месяц новой оплаты за проезд в общественном транспорте запомнился горожанам именно этими моментами И все же факт остается фактом Почти 35 тысяч электронных карт уже на руках у горожан Их число растет Лариса уже две недели ездит по карте Тариф выбрала, электронный кошелек Кстати, пока это самый популярный тариф Я и в трамвае, трамвае пользуюсь, троллейбусом, автобусом Поэтому я вот ощутила на себе, что не приходится там с мелочью как-то мучиться там считать, отсчитывать Очень удобно Однако, судя по расчетам пассажиров в общественном транспорте и нашему опросу на площади Спартака Большинство горожан по-прежнему выбирают старые проверенные системы расчета Платят наличными или предъявляют бумажные проездные Причем как молодежь, так и люди в возрасте Некая настороженность по отношению к ноу-хау остается и в среде кондукторов и водителей Но спустя два месяца с начала эксперимента они уже не так категоричны Я не знаю изменилось что-то или нет, но единственный плюс весомый в том, что точный учет Сколько провезено пассажиров Для статистики плюс, для остального сказать не могу Кажется удобнее так спать с электронными проездными Почему? Ну, во-первых, наличку не надо с собой носить От карточки рассчитался и все И кондуктору легче Самая большая критика в адрес электронных проездных звучала из уст пассажиров МУП «Центр Транс» не раз поступали сообщения о том, что валидатор не реагировал на приложение карты А после списывал деньги со счета за каждую попытку Проанализировав ситуацию, специалисты «Центр Транса» перенастроили устройство И теперь просят пассажиров следить за руками кондукторов Сколько бы вы после этого не прилагали карту к терминалу, никакой операции не произойдет Пока кондуктор не нажмет клавишу, что да, карта предъявлена повторно Предъявите карту еще раз, вот тогда произойдет повторное списание средств Юлия Дорохова просит запомнить, что если чек распечатался, значит оплата прошла И добавляет, после перенастройки системы, жалобы на незаконное списание средств со счета транспортной карты Перестали поступать в «Центр Транс» Теперь в ближайших планах предприятия расширить сеть продаж электронных карт Пока они доступны в 57 точках продаж, но скоро к ним должны добавиться киоски Роспечати Алексей Янкин, Алексей Фризин, информационный канал «Город» Тяжелый осадок в интернете набирает популярность видео, на котором водитель большегруза Сгружает снег в одном из спальных районов города Ролик уже успел набрать сотни комментариев и просмотров Большинство пользователей увиденное возмутило Подробности этой истории, а также почему одна из самых темных улиц так и не вышла в свет Расскажет Кирилл Политов на очереди рубрика «Коммунальный патруль» Без 27 они уже не горят у нас Обещали в 2016 году, уже 2017 год и фонари у нас так и не включены Сумеречная зона, конец света на улице Калиновая в поселке Спутник начался, как это ни странно, после масштабной реконструкции фонарей Это был август 2016-го Такой подарок горожанам сделали в администрации Барнаула Спустя почти полгода здесь по-прежнему темное пятно Новые столбы и новые фонари, но они не светят Других источников просто нет Ездить правильно и главное аккуратно не получается, говорят местные водители Добавляют, пешеходов едва видно, порой приходится двигаться буквально на ощупь Городским чиновникам эта проблема, по всей видимости, до лампочки По этой темной улице проходит маршрут до ближайшей школы Риск получить травмы в сумерках резко возрастает Взрослые лишний раз боятся отпускать детей на улицу В связи с чем не подключают, мы не знаем Ждали, что нам ко дню города включат, потому что его сделали до дня города, его не включили Потом ждали, когда выборы к выборам Выборы прошли, но нам тоже не включили освещение Дождались 31 декабря, тут каникулы Нам дали ответ конкретный, что у нас освещение будет в 2016 году Жители попытались использовать различные возможности выйти из сумрака Обратились, говорят, даже в прокуратуру Пока же света в конце тоннеля по-прежнему не видно Когда здесь наступит скорая и главное светлая будущее? Большой вопрос Накопился целый ряд вопросов и у жителей в другой части города Вот у одних окон, из-под одних окон вывозим, под другие выкидываем Спальна район Барнаула, теперь полигон по вывозу снега, по крайней мере для водителя вот этого большегруза точно Сначала вот здесь вот выгрузил, напротив энергетиков два Теперь напротив, если не ошибаюсь, узкого 18 Это тот самый район, о котором так часто говорят городские власти На последнем совещании вовсе обязали местные компании как можно быстрее вывести снег Беспокойство не беспочвено, весной этой территории грозит подтопление Прецеденты уже были, например, в прошлом году Так что эти горы снега, возможно, лишь усугубят и без того сложную паводковую обстановку Судя по этим кадрам, похоже, не все компании слова чиновников восприняли как руководство к действию Коммунальщики продолжают устраивать склады там, где придется Очевидец за кадром сообщает о более чем 10 визитах большегрузов Вот, пожалуйста, товарищи, что мы весной делать будем? Куда побежим? Или, скорее всего, на чем поплывем? Из-за дальнего расстояния режиссер видео, к сожалению, не смог разглядеть номер машины Горы дополнительного снега, такую картинку сейчас можно встретить в том самом спальном районе Барнаула Куча везде, практически на каждом углу Сложно представить, что будет здесь весной Ждать осталось недолго Правила вывоза снега во дворах определены Поясняет наш эксперт, юрист Артем Чаузов В результате таких, пускай и временных дизайнерских решений Площадок со снегом во дворах точно не должно быть Складирование снега должно быть в любом случае с разрешением собственника Если это придомовая территория, то должен быть протокол общего собрания В котором бы указывалось место для хранения снега Данное место должно быть предусмотрено для водоотводов Чтобы в весенний период времени не образовались озера Также данный снег не должен препятствовать проходу пешеходов и проезду автотранспорта Если же земельный участок принадлежит муниципалитету То соответственно разрешение муниципалитета Но я так думаю в данной ситуации Что ни в том или ином случае нету никаких разрешительных документов Вопрос с уборкой дворов и улиц для барнаульских коммунальщиков В последнее время оставался весьма болезненным В эту зиму, по мнению многих горожан, он и вовсе стоит особенно остро Коммунальщики оправдываются и продолжают прятать снег в спальных районах Вот таким варварским способом О проблемах, связанных с ЖКХ, вы можете рассказать нам по телефону в Барнауле 722-301, звоните Кирилл Политов, Алексей Фризин, информационный канал Город Главный роддом края начнет функционировать на полную мощность не раньше весны Хотя медицинское учреждение официально открыли еще в декабре Ну а пока перинатальный центр не может принять всех рожениц За полтора месяца здесь появилось на свет всего семь детей Дело в том, что пока работает лишь первый этаж В остальных помещениях до сих пор продолжается ремонт Почему надзорные органы позволяют вести строительные работы по соседству с пациентами? Таким вопросом задались наши коллеги из Москвы Накануне на одном из федеральных каналов Об этом вышел большой сюжет Впрочем, о том, что перинатальный центр был сдан в эксплуатацию преждевременно Говорят и в крае Экскурсия и открытие было непосредственно только по первому этажу На первом этаже нам показали и только что родившийся ребеночка, Машу И я не располагаю информацией о других этажах Большие достижения, добрые поступки и почетные номинации Выбор эксперты сделали И теперь дело за жителями края Именно мнение читателей, слушателей и телезрителей Станет определяющим при выборе абсолютных победителей в разных номинациях Оставить свой голос можно на официальном сайте Ежегодные премии общественного признания престиж Голосование продлится до 15 марта Очередной конкурс таланта и моды состоится в Барнауле 25 февраля Только вместо девушек и милых девочек на подиум выйдут представители сильной половины человечества Сегодня Елена Кузовкина познакомилась с претендентами на звание мистер Барнаула Начнем мы, естественно, с разминки Разминка у нас, как обычно, с осанки Олег Набока – 21-летний спортсмен Когда-то с ним занимался известный тренер Сергей Клевцов Тогда подающий надежды парень легко атлетом не стал Сейчас студент училища Олимпийского резерва работает инструктором в одном из барнаульских фитнес-клубов О том, что в городе объявили конкурс для мужчин, Олег узнал из сообщения в интернете Я не сразу согласился, думал, что ж это конкурс какой-то красавчиков Я же говорю, я же не какой-то там, не знаю, красавец, а обычный парень Плечики распрямить, ручки мужественно сделать по максимуму Улыбка, взгляд И поехали с правой ноги дефиле Мужское дефиле от женского отличается Здесь не нужно ходить по ниточке и вилять бедрами В целом же по наполняемости конкурс весьма традиционен Будет визитка, творческий номер и показ брендовой одежды Кстати, в жюри исключительно женщины Конкурс идет именно мужской конкурс Идет конкурс стиля, мужественности Как бы уверенных, смелых парней Ни в коем случае красоты мы даже не добавляем такую пометку Татьяна говорит, парней собрать на конкурс оказалось гораздо сложнее, чем девушек Хотя среди участников есть ребята, которым обязательно нужно продолжать модельную деятельность Вот, например, Арман работает на стройке, но мечтает стать фитнес-моделью И я считаю, что я себя нашел в этом Это мне нравится этим заниматься Это приносит мне удовольствие Я хочу зарабатывать этим деньги Давай пробуем Есенина Вот, смотри, Есенина Гляну в поле Гляну в небо И в небо, и в небо рай Еще один участник конкурса по имени Джубрил Родом из Нигерии Уже 4 года живет в Барнауле Здесь он получил экономическое образование На русском, говорит, не очень хорошо Петь не поет Танцевать особо тоже не танцует Членов жюри планирует брать своим обаянием Творческим номером у тебя совсем плохо Уже до конкурса чуть-чуть осталось Че тянешь? Это сократ За звание мистер Барнаула Будет сражаться 12 мужчин Финал конкурса 25 февраля В одном из ресторанов города Пожелаем парням удачи Елена Кузовкина, Андрей Печоркин Информационный канал Город Ровная неделя до Дня всех влюбленных Торопитесь, если хотите сделать сюрприз Своей второй половинке Признайтесь в любви в необычном видео И пришлите его к нам в редакцию На адрес нашей электронной почты citynewsabacal.ru Видео должно быть не больше 30 секунд Не забывайте указывать свое имя и фамилию А также номер телефона Главный приз конкурса Столик на двоих в одном из ресторанов Барнаула У вас еще есть время, чтобы порадовать своих любимых И стать победителями нашего конкурса Где в краевой столице находится улица Названная именем одного из исследователей Алтая 19 века Который первым из европейцев побывал У самых истоков реки Обеим знает Илья Кочетков Сегодня он прогуляется по небольшой, но по-своему Интересной улице Чехачева Туризм, как известно, лучший отдых Но когда мы путешествуем по горному Алтаю По алтайскому краю То редко, наверное, задумываемся о тех людях Которые когда-то прошли этими дорогами и тропами В первый раз Сегодня мы вспомним одного весьма интересного Исследователя Алтая В честь которого названа одна из Барнаульских улиц Петра Чехачева Геолог, географ К 34 годам он исследовал, в частности, все Средиземноморье В середине 19 века по поручению штаба корпуса горных инженеров Он отправился на Алтай Дело в том, что к тому времени территория до предгорий Была исследована довольно хорошо А вот какие богатства скрывались дальше Увы Первой точкой путешествия Чехачева был Барнаул 175 лет назад, весной, он прибыл сюда Чехачев приехал в Барнаул В начале мая Еще было холодно Он попал в ледоход Через ОП Сидели, ждали Целый день на той стороне, где Белоярск Вот перевоз наш Через традиционные 16 километров было до Барнаула С той стороны Они проскакали их потом за час Приехал Он прожил две недели в Барнауле Согласно распоряжению, которое он получил Ему здесь подготовили Материалы все необходимые для путешествия Ледоход в начале мая Правда, странно Но в истории Земли это был конец глобального похолодания Продлившегося более 200 лет Сама природа благоволила исследователю Отступающие из снега Открыли путь туда, куда лет за 50-70 До этого он, возможно, так бы просто и не прошел Зачастую от тех, кто прошел современной туристической тропой Можно слышать Ах, как было тяжело идти по горам, да по хребтам А ты думаешь, на тебе были современные трекинговые ботинки Современное снаряжение Тебя туда привезли Совсем иначе проходили экспедиции в 19 веке Виктор Ревякин говорит Ему еще удалось поучаствовать в тех экспедициях Когда основным средством передвижения была лошадь И знает сам по себе Такой поход Это подвиг 150 лошадь, их же надо было гнать всех Их надо было вьючить А разовьючить лошадь Это не такое простое дело Я думаю, что современные исследователи После того, когда я был Попробовал вертолет в полевых исследованиях Я понял, что на вертолете гораздо лучше путешествовать Потому что быстро, удобно и спина не так нагревается Когда рюкзак тащить надо Итогом исследований стала первая подробная геологическая карта Алтая Открытие новых месторождений Киновари, Порфира Даже лучше, чем, наверное, у нас Имя Чихачева помнят на Кузбассе Ведь впервые он описал в отчетах И признал масштаб и значимость Кузнецкого угольного бассейна Также геолог стал, вероятнее всего, первым европейцем Который достиг озера Джулукуль Для многих географов именно отсюда Начинается наша великая опь В целом он стал первым, кто описал В максимальной полноте геологические богатства Этой части Сибири В начале 20 века в местах его путешествий Его именем был назван Горный хребет Назвал хребет Чихачева Другой, более позднего времени Геолог, академик, герой соцтруда Владимир Афанасьевич Обручев Который был в 1914 году Это были удивительные люди И тот, и другой проехали один раз Но сразу увидели все Тот самый, кстати, Обручев Который написал землю Санникова Который тоже был Барнауле и на Алтае Вот такая незадача, говорит профессор Ревякин Пушкину, Толстому, которые, возможно, и не знали Что город такой есть Барнаул Улицы посвящены здесь А видным исследователям действительно на Алтае в Барнауле Бывавшим далеко не всегда К тому же Обручеву нет Великому Теньшанскому нет Хорошо, хоть Чихачева вспомнили в 1987 году И одну из улиц на потоке назвали его именем Предположу, что по остаточному принципу Эта петляющая улочка скорее напоминает межквартальный проезд Вообще-то, по-своему, интересный район Очень пестрый по архитектуре И по расположению улиц, которые перетекают одна в другую А еще местные порой называют этот район местом трех Ч Чудненко, Чеглецова, Чихачева Улица 40 лет Октября, проходящая здесь же Показывает, когда началась застройка этого района На старых фотографиях парка Юбилейного Видно вдалеке, что тут были старые полубарачные Двух-трехэтажки А часть места просто пустовало В 80-е, начале 90-х тут появились типичные для тех лет девятиэтажки Сегодня рядом один за другим растут дома современные Странное ощущение от этой улицы Будто она не может определиться Вырасти ей в современную шумную Или остаться полусонной спальной Возможно, ближайшие планы по благоустройству Юбилейного парка что-то изменят И на улице Чихачева хотя бы табличку памятную повесят Или бюст поставят Это уже будет неплохо Илья Кочетков, Александр Антропов Информационный канал Город Громкая победа Алтай-баскет на домашнем паркете Нанес поражение лидеру чемпионата Урал-Машу Счет встречи разгромный 86-62 Так крупно в этом сезоне Екатеринбуржцы еще не проигрывали С первой минуты барнаульцы обрушили шквал атак На гостей успешные проходы подкрепили точными бросками К большому перерыву баскетовцы почти в два раза Увеличили отрыв от соперника 43-23 После паузы хозяева продолжили гнуть свою линию, что в итоге привело к уверенной победе Реванш за поражение в Екатеринбурге взят Пожалуй, особенно ярко на площадке выглядели новички команды Дмитрий Приходько и Павел Агапов В клубе на просмотре находится еще один игрок Человек с Донецка приехал Ну, с Донецка по понятной причине он приехал по первому зову В общем-то, конечно, даже можно сказать, что сильно просился В плане видений поля и так далее Пока еще не можем понять Если подойдет, то он останется Потому что, конечно, он будет очень недорогой Буквально через несколько минут начнется второй матч серии Наш корреспондент Кирилл Политов работает в спортивном комплексе «Победа» Завтра обещает подробный репортаж не пропустить Очередная премьерная серия адаптаций Сегодня в 20.00 на ТНТ Контрразведчики идут за Эштоном по пятам Чтобы уйти от погони, он решает пустить их по ложному следу ТНТ предлагает своим зрителям принять участие в секретном задании И поучаствовать и почувствовать себя спецагентом ТНТ В нашем городе расположены 44 шпионские метки Рекламные щиты сериал-адаптация Нужно сделать фото на фоне шпионских меток И выложить в специальный секретный альбом группы ТНТ Барнаул ВКонтакте Два участника, которые сделают фото с наибольшим количеством рекламных щитов Выиграют суперснаряжение, рюкзак и толстовку с логотипом ТНТ Подробности в группе ТНТ Барнаул ВКонтакте И о погоде на завтра В Барнауле возможен снег Ветер южный слабый Ночью до 14, днем до 9 мороза И это все на сегодня До встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова